Слава, Свои, Сыну и Святому Духу, ныне приснай вовеки вековами! Слава тебе, слава тебе, слава тебе! Слава тебе, слава тебе, слава тебе! В отличие от современных молодых людей, которые специально выстригают волосы на голове, делают какой-то экзотический внешний вид, носят рваные, абсолютно рваные на себе одежды, а если они хорошие, то их специально рвут, вымазываются в боевую окраску, в грязи ходят и так далее. Бросая этот вызов этому миру, молодые люди пытаются сказать, вот какой я, я просто не хочу быть с вами, я самоценен, я космос, я Вселенная, я Бог в своей Вселенной. Что они хотят сделать? Это по гордости и по неуважению к другим. А юродивые, они никогда не играли, они вообще ни во что не играли. Дело в том, что святость — это есть такой образ жизни, когда человек стремится во всем уподобить себя Богу. Но поскольку Господь есть полнота и совершенство, то никакой святой не может во всей своей полноте через свою жизнь дать просиять Богу. Все Евангелие свидетельствует о том, что жизнь христианская, она не от мира сего. И наше истинное Отечество — это и есть Небесное Отечество. А земная жизнь — это время нашего пути к этой цели. Так вот, юродивые, если возвратиться к ним, это был такой подвиг святости, через который вот именно эта вот грань, грань не от мирности, она более всего являлась людям. Все, что мы видим вокруг себя, это все добро зело, то есть все, что сотворил Господь и истворение Божие. Но поскольку многое в этом мире искажено грехом, и мир лежит во зле, то совокупность этого зла, она тоже часто называлась миром. И мы не можем быть рабами этого мира, который служит не Богу, а который привязал нас к земным страстям, к земным ценностям, которые отвращают нас от Бога, от Церкви, от неба, не дают нам вспомнить, кто мы есть и куда мы призваны. И для того, чтобы не сотворить себе кумира, и для того, чтобы не стать рабом вот этого мира, лежащего во зле, необходим подвиг. Юродивые брали добровольно на себя этот подвиг этого безумия. Почему? Потому что человек, который оторвался от Бога, он сам себя мнит Богом. И если, вот обычно, вот скажем, человека неверующего спросить, ну вот о чем ты отличаешься от животного? Он скажет, конечно, умом, разумом. Он забывает о сердце своем, а сердце есть средоточие нашей духовной жизни, есть средоточие нашей веры. Поэтому юродивые брали на себя вот этот подвиг безумия с тем, чтобы по отношению к ним все другие люди, тот, у кого еще была совесть, живое сердце, в ком был хотя бы искорка веры была, вот чтобы они, глядя на него, да, соотнося себя с ним, могли бы вот задуматься об истинных ценностях в жизни человека. Наш православный детский садик мы назвали во имя Блаженного Прокопия. Испомнил заповедь Спасителя, будьте мудры, как змеи, но чисты, как голуби, но просты, как дети. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, благослови нас на святое и доброе получение. Аминь. В одной семье благочестивой Ирины и Максима не было деток. Они горько плакали. И каждый день, утром и вечером просили Господи, дай нам деточку, чтобы она была добрая, чтобы она была разумная. И однажды Господь послал свою благодать и дал им деточку. И родился у них мальчик, светлый, добрый, которого назвали они Прокопий. А когда он подрос и стал ходить ножками и мог брать ручками всякую вещь, то отец его стал учить разным душевным премудростям. И мальчик Прокопий с детских лет привык помогать своему отцу. И вот однажды, когда ему исполнилось 12 лет примерно, он взял его с собой на поле пахать землю, чтобы посеять пшеницу. И вдруг закружился ветер. Прокопий остался один на один вместе с папой посреди этой бушующей бурь. Ударила такая страшная молния, что он в страхе, в страхе упал на землю. В скором времени буря закончилась, и отец поднял бездыханное тело только с бьющимся сердцем своего светлого отрока Прокопия и понес его пешком к деревьям, нес и плакал. Да что ты, Господи, прогневался? Нужно везти своего мальчика в монастырь к чудотворцу Вятскому Трифону. Только он может исцелить. А Трифон Вятский прижал его к себе и поцеловал его головку. И этой водичкой окропил. И он ощутил себя совсем-совсем здоровым. Он встал и вместе с преподобным Трифоном стал молиться и благодарить Господа. Много трудов положили святые подвижники на Слободской земле. И связано это с тем, что Господь избирает тех людей, которые достойно несли Слово Божие. Первыми были преподобны Трифон Вятский и Блаженный Прокопий. Их трудами, их молитвами была удобрена и Слободская земля. Из истории города мы знаем, что на территории города Слободского находилось очень много храмов. И в одном из таком храмов, в честь Великого Мущества Екатерины, подвязался три года Блаженной Прокопии. Духовником у нее был священник Иларион. В дальнейшем Блаженной Прокопии, когда ее хотели женить, отправился в город Хлынов. И история жития Блаженной Прокопии нам указывает, что неоднократно он появлялся в дальнейшем и в Слободском. Здесь он творил чудеса, исцелял людей и обличал в неправильной жизни. Давал наставления. После чудесного прославления угодника Блаженного Прокопия, мы знаем еще такой случай, когда женщина, девушка болела болезнью глаз. И когда ей посоветовали помолиться о мощи Блаженного Прокопия, что она и сделала, то получила исцеление. Также мы знаем случаи жизни Блаженного Прокопия. У священника Иоанна болела супруга зубной болезнью. И он отдал свой зуб. И вот когда жена священника положила этот зуб себе в рот, то зубная болезнь у нее исчезла. У людей светлая, добрая память об этих подвижниках. В нашем городе, конечно, памятные дни, мы совершаем торжественные поминовения, служим Акафисты. Вот в прошлом году было чудо, мы впервые обошли крестным ходом вокруг города Слободского и несли иконы, образы наших великих подвижников вятских. У нас очень красивые иконы, писанные людьми благочестивыми еще в прошлые столетия. Я думаю, что их молитвами, их трудами люди, многие получают и помощь в своей жизни, и, я думаю, память сохраняется. Субтитры создавал DimaTorzok В церковном предании Вятской земле преподобные Трифон и Блаженный Прокопий, они всегда почти изображались вместе. И сохранилась очень интересная иконография, где они изображены в позе моления перед иконой Знамени Пресвятой Богородицы. Через 300 лет после ее создания мы обнаружили эту икону и пригласили реставраторов, которые нам ее как бы возвратили в прежнее великолепие. Но специально оставили небольшой кусочек, чтобы наши зрители могли видеть, что мы находим и в каком виде. На этой иконе мы видим Блаженного Прокопия Христа ради Еродиева обнаженным. На русских иконах Блаженные изображались обнаженными только в XV веке и в XVI. Так что весь знак – это как раз признак древней иконы. И отец Павел, настоятель Слободского Свято-Екатерининского кафедрального собора, он благословил эту икону нам на выставку христианства на Вятской земле. Иконостас двухъярусный собран был еще в 20-е годы из разных храмов города Слободского. В этот же иконостас входила и икона с изображением моления преподобного Трифона и Блаженного Прокопия. Согласно преданиям, напольные свечи деревянные создавал с дерева сам преподобный Трифон. Вся жизнь святого, а тем более жизнь блаженного, находится под особым таинственным покромом Божьей. По отношению к Блаженному Прокопию этот подвиг святости приобретает совершенно особое качество. Потому что он стяжал в себе, в своем подвиге, два совершенно несопоставимых величины святости. Это первое – юродство, а второе – молчальничество. Обычно молчальничество принимают на себя затворники. Они, находясь в келье своей, безмолвствуют годы, десятилетия, пока сам Бог не разрешит им уста для проповеди страждущему человечеству. Или они так и завершают свою жизнь, немодствуя, прославляя Бога в глубинах своего сердца. А здесь мы видим, что эти два подвига сопряжены вместе. Говоря красиво, на стог награда ходил святой и молчал. Молчал 30 лет и только изъяснялся знаками с людьми. Он был сокровищем благодати ходячим. Он своей молитвой освящал переулки и углы, сады и площади этого города. Изгонял своей молитвой бесов. Безумствовал по мыслям людей этого века, но мудрствовал Боги. Когда человек идет на великое дело, он ничего не говорит. В нем уже все решилось. И он был, блаженный Прокопец, тайновидец. Созерцатель великих тайн Божьих, о которых ни один человек с душевным оком и умом разуметь не сможет. Святых часто, юродивых, изображают абсолютно обнаженными на иконах. И здесь есть двойное понимание этого образа. Первое, самое простое. Он обнажен за всех нас. Грех обнажает человека. Но второе, более глубокое. Он как Адам в раю. Он новое творение Божье. По слову апостола, кто во Христе, тот новая тварь. Ему нечего стыдиться. Между ним и Богом нет никакого зазора. Он, ему не нужны кожаные ризы. Ему не нужно опоясывание. Потому что его сердце есть он весь сам. Он есть сплошное, живое, горячее. Он есть, если так сказать, факел любви. И нам кажется, вы знаете, что Блаженный Прокопий обладал великим даром чудотворения. Он даже воскрешал мертвых. Однажды он пришел в семью чиновника, у которого сын лежал и болел на печке. И он подошел и сбросил этого мальчика с печки, с высокой русской печки на пол. И ребенок упал и разбился насмерть. Представьте себе отношение родителей к этому. А Блаженный преклонил колено и помолился. И отрок воскрес из мертвых. Тем самым он знаменовал, что в грядущих временах отроку надлежит быть осторожным и не вмешиваться в народные бунты и стереть душу свою. И это было предзнаменование того, что сын этого чиновника погибнет, будучи сброшен с моста. Он воскрешал мертвых. Ему было открыто будущее. Господь, почему нам ничего не открывает? Почему мы не знаем, что случится дальше? Завтра, послезавтра, через пять минут. Потому что мы лукавые, мы слабые, мы гордые, мы себелюбивые. Мы обязательно пожелаем сделать по-своему, если нам это не понравится. А вот святые, они исповедовали другую, божественную философию. Они, знаете, как такая фраза есть, она мне очень нравится. «Хочу, как будет». И поэтому Господь открывал им все. В русской иконописи существовали так называемые лицевые подлинники, своеобразное руководство для мастеров, творящих иконы. Они содержали очень конкретные слова относительно каждого святого. И любой святой должен был изображаться именно так, а не иначе. Блаженный Прокопий, Христорадий, иродивый, вятский чудотворец, описывался там так. Русские блаженные всегда изображались в полный рост. И в иконах XIX столетия они были одеты в белые одежды, что символизирует невинность и духовную чистоту. Икона написана на золотом фоне, орнаментирована геометрическими и цветочными орнаментами. И несмотря на то, что Блаженный Прокопий изображен как бы на фоне своего упокоения, в иконе нет скорби, нет тоски, есть ликующая радость. Иконы более поздние, XIX столетия, они изображают преподобного Трифона и Блаженного Прокопия как бы предстоящими перед молящимися людьми. Но ни одна икона никогда не повторит другую. Создавались они в разных мастерских, разными мастерами, со своей мерой таланта, со своими красками. Но канон тот же самый. Когда совершали подвиги на вятке эти святые, к этому времени относятся у нас и два Евангелия. За 400 лет они прекрасно сохранились. Скорописью XVII века записаны такие слова. А сия книга, Евангелие, думу о успении чистой Богоматери Трифонова монастыря. Господь каждому посылает то, что нужно для Его спасения. Тяжелое очень духовное наследие было у нас на земле, у нашего местного народа. И вот те как раз черты, которые отличали хлынов в отрицательную сторону, разумеется, вот как бы их в себе изживал, на мой взгляд, своим подвигом святой Блаженный Прокопий, который, напомню, в отличие от преподобного Трифона, был местным жителем. Если преподобный Трифон был подвижником, который пришел к нам, вот семена веры вот эти были, да, просвещения, нужен был и тот, кто от корня всего, вот от этого места, да. И вот духовное чадо преподобного Трифона, Святой Блаженный Прокопий, он в этом отношении явил все то, что как раз принципиально противоположно было вот тому понятию хлын. Вот мы живем, как говорят, легко любить тех, кто любит вас, легко любить или прощать тем, кто прощает вас, легко давать в долг тому, кто вам точно отдаст. Вы попробуйте вот любить врага своего, вы попробуйте простить того, о ком вы заведомо знаете, что он бросит вас камнем или предаст вас. Вы попробуйте дать в долг тому, о котором вы знаете точно, он вам ничего не принесет. Так вот, юродивы как раз были те, кто не рассчитывали на то, что они получат вот взамен нечто. А что они-то давали людям? Любовь и молитву. И кто знает, сколько по молитвам юродивых спаслось людей, спаслось городов. Ведь не зря же, мудрость говорит, не стоит город без святого и селение без праведника. И вот ныне подвиг юродства, он тоже нам об очень-очень многом говорит, потому что, в общем-то, не ошибусь, наверное, что любой христианин, любой православный человек, который серьезно, он не берет на себя подвигов, скажем, каких-то больших, но он просто серьезно относится к тому, что он православный человек. Он уже сегодня воспринимается многими, даже в своем ближнем окружении, в семьях, на работе и так далее, как человек немножко, мягко говоря, не всегда нормальный, да? Потому что он и пастится, он и соблюдает какие-то заповеди, он воздерживается от чего-то того, что в мире считается сегодня нормой. И вот сегодня обращение к молитвенной помощи, к тем, кто никогда не боялся, и никогда не шел на поводу у мира, и не боялся того, что называется дурным общественным мнением, помощь и молитвы таких святых нам сегодня очень и очень нужны, особенно тем христианам, которые готовы вот этому безумию мира противопоставить христианское наше смирение, нашу веру и нашу любовь. В последний день своей жизни, 21 декабря 1628 года, предузнав отшествие свое к Богу, Прокопий стоял у заутрени в Пятницкой церкви. После видели его на мосту, где долго смотрел к востоку. Заметили еще, как он спустился в глубокий овраг. Тут и нашли его, лежащим со сложенными на груди руками крестообразно и лицем, сияющим небесную радостью. И в монастыре мужском, под рундуком Успенского собора, сокрыли его тело при стечении множества людей. Его смерть в Раздерихинском овраге, когда он отер свое тело снегом, очистил его и просиял, это, конечно, символ. Он соединил расстоящиеся души вятских людей. Он соединил прошлое и будущее. Он даровал нам вот это. Если бы я был художником, я бы изобразил именно вот этот момент, когда блаженный Прокопий отирает снегом. Он как будто все, смотрите как, в течение жизни своей, когда его омывали, давали ему одежду, он тут же ее раздирал и до черноты обваливался в грязи. Это был что? Да это был символ вятского человека. Вот он. Ты думаешь, что ты красив, что ты богат, а ты худ и наг, ты ничего не имеешь, ты грязен, ты черен. Но его подвиг закончился славой. Он оттер свое тело. И это утешение всем нам, что Господь даст нам силы и лики, лики, не лица, вятских людей, души вятских людей соединятся и просияют, как и лицо блаженного Прокопия, как просияет его жизнь, которая и сейчас согревает всех нас и не ушла из сердца вятских людей. Величаем, величаем тебя, святый блаженный Прокопие, и чтим святую память твою. Ты помолишь и за нас, Христа, Бога наше. Христа, Бога наше.